Здравствуйте, дорогие друзья! Праздник Пурим приближается. Уходит занавес и начинает раскрываться представление. Так. С музыкой, с выходом артистов, всех главных персонажей. Конечно, короля не видно пока, там царя. А вот главные злодеи, праведник, эстер тоже не видно, она скрыта. Мы сейчас находимся в начале Пурима. Это то, что было написано в Пуримской истории, да? Они по разным городам живут отдельно. Да, они разобщены им, неважно кто где и как. И самое главное, что они ненавидят друг друга. И теперь их можно по одному щелкать то, что и желает сделать Оман. Америка вступила в совсем другую область. Никогда в Америке евреи не были разделены между собой. А сейчас они полярно просто разделены. И так ненавидят друг друга, что даже семьи распадаются. И даже не встречаются родственники друг с другом. И это именно то событие, которое говорит о том, что все, приехали. Когда обострится ситуация. А вот эти евреи поймут, что они находятся в состоянии довольно критическом. Ну и пока Оман начинает все готовить. Он строит виселицу для Мордыхая, представителя евреев. Он все подготавливает к тому, чтобы делать все. Уничтожению. Да, да, да. Евреи оказались под угрозу уничтожения. Призывают их к тому, чтобы спастись. И спастись можно только с помощью объединения. Мир уже подошел к тому, чтобы начать участвовать в этом спектакле. И понимать эту... Да, потому что это четкая постановка, которая проигрывается сегодня в нашем мире. Мы можем уже принять в ней участие и проиграть ее хорошо. А можем сделать из нее всего лишь маленькую репетицию. И ждать более сложных времен. Но лучше не надо. Зависит от нас. Лучше погасить это все сегодня. И исправить так, чтобы все народы мира будут удовлетворены. Довольны всей нашей работой. И придут все к тому, что соединятся друг с другом. Прольется на них высшая благодать. И мир придет к своему успокоению. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы говорим с каббалистом Михаилом Лайтманом.